Вайджаг. 2007. В Харькове у хирурга из АТО отобрали квартиру за долги. Мар. 04. 2015-15-06. Военный врач стал жертвой валютного кредита. Харьковский хирург Валерий Кривчач ушел добровольцем на войну, а когда после контузии вернулся лечиться в родной город, не смог попасть в собственную квартиру. Оказалось, банк давно продал жилье Валерия, которое было под залогом, даже не уведомив его об этом. Новые жильцы отказались отдавать владельцу вещи, документы и деньги. Все началось еще в 2008 году, когда Валерий Кривчач одолжил у банка 65 тысяч долларов под залог трехкомнатной квартиры на Салтовке. Деньги были нужны на лечение родственника, Котова спасти так и не удалось. Три года врач исправно платил кредит, но в 2012-м попросил о реструктуризации. Два раза заемщики банк переписывали договор, 15 тысяч удалось вернуть. Но летом Валерий пошел добровольцем в АТО, оперировал раненых бойцов под Дебальцево. В сентябре вернулся в Харьков с контузией, привез раненых в госпитале и не смог попасть в свою квартиру, там сменили замки. Как оказалось, исполнительная служба по поручению банка выставила квартиру на торге еще в январе, ее продали без суда, владельца не уведомили. Она была продана всего за 32 тысячи долларов, хотя ее реальная стоимость была не меньше 55 тысяч, рассказал адвокат врача Александр Захаров. Новые владельцы отказались выдать имущество Валерия и его семьи, мебель, техника, документы, в том числе и на квартиру, и даже печать врача остались у новых владельцев. У меня нет никакой одежды, кроме камуфляжа, жена и дочь в этот период жили у тещи, поэтому их вещи тоже остались там, рассказывает Валерий. Сейчас семья скитается по друзьям и родственникам и пытается добиться справедливости в судах. Суд первой инстанции Кривчачу отказал, дело рассматривается в апелляционном. Военный хирург обвиняет банк в незаконной продаже имущества. Не было ни суда, ни уведомления о том, что квартира продается. В банк ходил, но там захлопнули дверь передо мной и не стали вообще об этом разговаривать, возмущен Валерий. В банке ситуацию с заемщиком не комментируют, но нотариус, оформлявшая исполнительную надпись для продажи, говорит, суд в таких делах не обязателен. Сам должник к нотариусу не приходит. По словам Валерия, уведомление от исполнительной службы. Он не получал, и подпись, которая стоит под ним, поддельно. Но доказать это в суде, пока невозможно. Как и добиться передачи в суд уголовного дела по незаконному захвату имущества, в данный момент его расследуют в Киевском районном суде. Валерий Кривчач и его адвокат написали письма губернатору Игорю Ройнину и советнику министра внутренних дел Антону Геращенко с просьбой почечь разобраться в ситуации. Ответов пока не последовало. Бывшие соседи Валерия по девять этажке на героев труда говорят о том, что у него возможны неприятности с банком. Он знал еще до отъезда вата. Его жена Ольга предупреждала соседей, чтобы не открывали двери и никого постороннего в тамбур не пускали, рассказывают жители подъезда. Когда в сентябре новые жильцы пытались выломать дверь в помещение, соседка Кривчача по лестничной клетке вызвала милицию. Вскрытие помещения проходило в присутствии правоохранителей. Нами связался представитель банка, который уверяет, что квартира задолго была реализована еще в 2013 году и Валерий Кивчач не мог не знать об этом. А я думаю, все очень просто. Человек поверил обещанию хунты, что с участников ата не будут требовать погашения кредитов, пока они принимают участие в карательной операции. А сам думал, что тем временем в карательной операции заработают денег на погашение кредита. Прочсетался. На чужом нещате свое обывательское чате не построишь. Общество потребления, Майдаун, Каратели. Leave a comment, read comments. 28.